всех приветствую на прохождение вроде бы 6 до часть до 6 так в этой серии и перед тем как мы начнем хотя бы кое-что дополнить в прошлой серии мы с вами когда смешивали наши газы для печки для улучшенной для печки и плюс для этого для газовой горелки где наша газовая горелка вот она за горелка я дал не точную информацию по поводу вот этого вот вентиля конкретно но газовый смеситель конкретно что смотрите первый input 134 2 66 а я дал наоборот то есть у меня было на первой муте 66 на втором 34 если не ошибаюсь правильно надо было подключить конкретно именно вот так то есть красная труба вот идет сюда и заходит в импут 2 то есть поняли да делать эту схему пересматриваете получается первую четко четвертую часть либо 5 какая в общем перед этой была часть я уже не помню честно какое это было вроде 5 если ошибаюсь то вот так все правильно как мы с вами сделали а конкретно с этим импутом я перепутал то есть смотрите на газовый сместитель input 134 белый кислород вот входит вот сюда 66 красный входит вот слева так что решил дополнить решил крыться исправить свою ошибку еще раз смотрим вот газовая горелка открываем вложим баллон берем в руки с вами планшетики смотрим вижу до 66 и 33 33 это кислород 66 это летучее вещество теперь все то же самое здесь 66 и 33 ну почти 33 там 34 принципе это не смертельная так что можешь пересмотреть предыдущую часть как мы с вами здесь все смешивали и делать все по-правильному я жарю я заметил только тогда когда я уже выложил видосик а так в принципе в принципе вроде все вроде правильно то есть нужно следить нужно смотреть чтобы соотношение этого горючего вещества было 66 процентов этого кислорода 33 если у вас здесь примеру это будет у вас там летучее вещество а здесь кислород то тоже смотрите с этими импутами то есть если импут один вот белый то ставьте 34 импу 2 красный ставите 66 вроде надеюсь как бы понятно и если что то ссора если у вас прошлую серию посмотрели и ничего не получилось так давайте наверное этой серии покажу когда быть углекислый газ и попробуем посади наши первые с вами хотя сказать растение нам картошку посадим с вами картошку так что это за чудо-машина я не буду показывать где она делается так как она бесполезная сейчас объясню почему это рудокоп то есть по идее он должен нам копать на постоянной основе руду но что здесь происходит вот это даже подготовился проверял вот вы тут включаете нажимаете и это машинам начинает копать она будет копать прямо до центра земли посмотрите будет глубоко глубоко она один раз откопает подымется скинет мне немножко здесь это как его руды и все и больше она работать не будет давай покажу откроем так ложись все не стой в ногах крыса правда нету так это будет дело не быстро и она сейчас будет дальше копать 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 и все и на этом она становится то есть она сейчас заедет и нужно будет постоянно его нажимать не знаю зачем сделали эту машину я думал здесь реально будет руда на постоянной основе ну ее здесь нет плюс есть еще вот такая вот машинка где ты давай покажем которая тоже должна была мне копать руду на постоянной основе но опять же она бесполезная я просто вам ее покажу так что за дипмайнер свой выключу дипмайнера выключим вот подключаете ее вот таким вот образом установили прям в руки газовую горелочку так что нам нужно надо на низкий заряд правая рука электронные компоненты хорошо раз берем руки по моему лист стали да не железо 2 или стали 3 вся машина готова эта машина строится конкретно где есть горы если у вас там на других планеты из гора она вам будет ее пробивать эту гору и добывать типа добывать вам руду но она тоже получается сейчас я подключу покажу до какой степени она будет копать остановится и все и больше ничего на нам не да будет и на либо разработчики просчитались либо я чуть не понимаю ну на такой степени все плохо с этими аппаратами решил их просто показать чтобы вы их не делали и не рассчитывали на то что будете ухты вов будем теперь руду добывать днями и ночами нет не будем так включаем нажимаем и поехали о ля машина сейчас будет копать пока миссис гора пока миссис ему что копать она будет копать одно сейчас дойдет с вами вот сюда нужно будет батарейку сейчас поменять но час она дают до этого момента диагра так это можно пока выкинуть вот сюда она сейчас дойдет и перестанет копать вернется назад и остановится раньше раньше когда я играл это еще не наверное она года два назад она каталась на постоянной основе добывала мне как гипмайнер много много руды но увы разработчик либо в пофиксили вы не знаю вот это вот смотри она прямо до центра земли идет но это еще не все то есть у вас будет вот такая вот дыра маха из-за чего ее построил ноут по двум причинам первых она смотрится неплохо красиво так что как бы в тему здесь медик майнер плюс еще рудокоп плюс вот этот вот который копает горы нам но чисто эстетика знаешь ничего полезного больше в ней нет так хотя ладно пока не закрывать не будем потом выключим его так что ты еще копаешь да ты еще копаешь сейчас она дойдет до центра и будет подниматься вверх давайте наверно пока месяц она там копает мы с вами сходим да кстати вот смотри построил себе такие вот кубища не значит меня прикольнуло накидал немножечко сюда это как его руды побегал пофармил в принципе в основном у меня тратится железо так что это этого мне должно хватить на очень долго и нудно на крайник потом сбегаем еще залутаем так побежали побежали с вами делать углекислый газ зачем нам углекислый газ он нужен будет нам для растений потому что растение без углекислого газа вообще не смогут себя нормально чувствовать так вот построил вот такую вот систему вот у меня воздушный фильтр в прошлой серии я показывал как его делать я показывал как его делать так что на этом думаю застряться мы не будем на вот воздушный фильтр плюс у меня передастной газовый баллон и вот такой вот твердотопленный генератор что я делаю вставляешь воздушный фильтр co2 включаешь его и включаешь получается твердотопленный генератор он работает у нас на угле если мы возьмем сейчас вами руки планчат то начал будет заполняться здесь с вами углекислый газ видите да потихонечку но проблема в том что растет температура видите да растет температура у нас внутри в помещении 200 градусов так самым будет и здесь расти температура к примеру когда вы здесь себе в этот баллон набрали определенное количество углекислого за что дальше делать выключаете фильтр выключаете здесь берете в руки вот такую штуку называется это как его радиатор устанавливаете раз два и смотрите сейчас температура видишь как быстро падает 19 18 18 18 1 в общем вот таким вот темпом можно будет охладить себе это вот бочку так если вы не снимете радиатором будет дальше вам охлаждать до минусовой температуры то есть в трубах у меня здесь и надо а до 14 градусов здесь у меня в помещении 200 в трубах у меня 13 так что все можно брать вот так штуку отсоединять она с вами есть углекислый газ это если по-быстрому поняли то что воздушный фильтр берете здесь выводите это к его пассивку одну делаете трубу отсюда выводит тоже ставите пассивку отсюда увидите вот себе трубы сюда а одна у меня труба чистая для охлаждения вот этого вот всего и стоит как раз труда топливный генератор да только получается в чем проблемка если вы будете на луне это делать иногда твердо топливный генератор не работает просто так не хочет гонять что нужно делать либо построить вот такое помещение как я делаю ну в какой-то огромное либо сделать просто маленькая здесь за 6 стеклом подойти нажать на рюкзак не на скафандр видите вот вас есть газовый баллон нажимаете не раз на газовый баллон открываете и он начинает его работать то есть у вас есть этот звук ну это если вы на луне если на другой планете то в принципе он и так будет работать вот такой вот холобудку можете сделать и она будет себе спокойно его закачивать туда так едем дальше вот у нас как раз комнатка я нагнал себе 10 градусов для выращивания растений что нам для этого понадобится но во первых построить вот такую вот комнатку небольшую так это я включаем вывел сюда себе табло с температурой как вывести табло с температурой показывал по моему во второй серии то есть вам понадобится фазовый датчик табло консоль для консольки внутри тебе понадобится вот такая вот сейчас было точно показать такая вот параметр атмосферы берете параметр атмосферы вставляете сюда потом вставляете сюда диск вот так вот на панельки ищите у вас вот газовый датчик нажимаете на газовый датчик один раз и сверху вот ставите температуры вытаскиваете диск и у вас показать температура на консоли так заходим внутрь у меня здесь стоит на таки его водичка и замечите льда подведен получается к баку а от бака я тут заправляю себе воду заправляйся баллон и как раз буду вести трубу к нашим этим как его овощам постоит здесь стоит у меня кондиционер не помню в какой серии я показывал каким пользоваться и он у вас идет дефолтный здесь стоит обогреватель на всякие пожарные и стоит вот такая вот фильтрация как сделать так что фильтрация выходила полностью получается но все лишние газы откачивались а дай мне пожалуйста а чем тебя снять хорошо это переносной воздушный фильтр чтобы у нас все газы выходили нужно будет сделать вот такую вот штуку взять разумный ключик сейчас я отсоединю и покажу как это все работает все берем в руки вот так вот в руки берем эту штуку вставляем вводим от нее две трубы наружу ставим пассивку берем кондиционер ставим берем в руки разводной ключ желтеньким появилась коник хорошо вставляешь батарейку здесь сзади у нас стоит вот таких два баллона азот и токсины просто вставляете 1 вставлять и 2 и теперь у нас все токсины все что не нужно видишь мне осталось здесь 086 включаем и сейчас все токсины у нас будет уходить все токсины ушли так же самое кондиционер если будет к примеру тут сильно жарко будет температура подыматься я просто подойду нажму температура падаешь все отлично так едем дальше давай это мы подключим а точнее положим то тут у нас с вами есть так полежи пока месь у нас здесь есть трубы большом количестве есть вот такая штука набор гидропонная станция вот как она выглядит находится она у нас находится она у нас в принтере электроники если не ошибаюсь посмотрим так подходим к ренту электроники и пишем гидропонная станция но да вот она гидропонная станция вам понадобится золото медь сталь и никель опять же как все добывать в прошлых сериях я показывал давайте наверное еще раз вернусь к тому вентилю код этому вот еще раз покажу что когда вы будете смешивать главное следить за импутами то есть запомните что импут 1 это идет вот эта вот часть нижняя а импут 2 это идет слева и когда вы будете смешивать и газы любые спорта но в этих соотношениях к примеру там один крем либо что-нибудь то следите за этим потому что можно перепутать как я перепутал в прошлых сериях так что как-то так давай возвращаемся назад посмотрим вот на эту штуку видишь она вернулась у нас там вон центр земли видно она нам добыла что она добыла нам уголь и железо вот два угля и железо давай мы тебя отсюда заберем 1 2 3 стоп я вам еще раз его включу видишь она замигала и все больше не работает нужно опять подходить каждый раз сейчас она спустится вниз и вы посмотрите что надо было она была на ничего так что тогда было тогда было не два угля тоже запомнили да давай отправляем его обратно это еще за закину нам пока мы здесь не нужно слежит и мы отправимся вами к нашим растениям так я здесь кое-что подготовил но это на будущую серию будем вызывать с вами торговцев так что пока мисс еще раново сенька вот я подготовил здесь себе получается площадку и на этой площадке мы будем строиться нам тоже как говорится рановато это будет в 6 наверно вере так возвращаемся к нашим растениям что вам понадобится по поводу наше растение понадобится углекислый газ и кислород так ставим вот такую штуку раз 2 и 3 давай на четвертую но четвертую наверно пока миссия подключать не будем делаем чисто ради красоты так берем руки трубу делаем вот так так подключаем дальше берем в руки разводной ключик без него не получится дальше строить нет не туда сильно близко нужно это думаю вот сюда сделаем вот так из-за чего устроил так потому что нужно будет еще провода пролюнуть так тебя конечно я сюда вытяну трубу хотела на давай тебя тоже подключим включим подключим пусть будет берем еще трубу отлично теперь делаем вот так раз вот так два здесь заворачиваем задачи заворачиваем на букву c так теперь нам нужны вода хорошие дорогие провода где наши провода провода в наши по моему я оставил на этом таки вам на улечке здесь сейчас выкачается весь кислород и мы с вами выйдем ну чтобы не выпускать его зря так и нужны хорошие провода вот они берем в руки с вами кусочки закрываем на заходим так делаем вот так вот так вот все хорошо 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 поэтому вы видим вот сюда и подключаем ее туда напрямую так все что нам нужно нужно через трубу теперь будет это провести до через трубу вы можете проводить себе спокойно этот как его проводку в таких вот местах иногда где вот нельзя будет был таких вот где закругленные тоже нельзя будет а так можно будет так что все здесь мы сделали теперь берем мы выключаем свет так на шлеме чуть-чуть подходим нажимаем и смотрим так нам понадобится планшет берем в руки планшет у нас тут всякие нитрат им смотрим что у нас тут 19 7 мур кислого газа и 203 кислорода вот этот весь углекислый газ который 19 7 у нас будет кушать наши растения вот эти вот вот картошка потом что это пшеница и рошек давай возьмем его и посадим по одной штучке и посмотрим подходим сюда сажаем картошку сажаем сюда горошек и сажаем с вами здесь конечку так раз-два-три убрали подходим смотрим наводишься на растение вот этой вот точкой и смотришь если все зеленое значит его все устраивает если там будет это красная написано значит ему не хватает либо температура сильно большая 20 градусов идеальная температура либо мало ему углекислого газа то есть нужно будет смотреть за углекислым газом если подошел посмотрел это красным значит либо углекислого газа либо сильно это его холодно либо сильно жарко а так у него просто сейчас идеально идеальная температура идеальная все пока миссию так по одной штуке нас посажена то али кислого газ исчезать так быстро не будет как будет только подключена полностью все и много туда она будет его есть так что тоже нужно будет за этим следить так что у нас по поводу воды что у нас сколько сколько она здесь водички 41 литр но я думаю нам хватит запала за этого всего так включая свет сейчас все это выключая да если закончится улики словаться просто берешь баллон давайте что возьмем было ну как я это делаю берешь баллон заносишь закрыл открыл 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 весь газ вышел закрыл открыл от качал открыл занес на место взял газовый ключик навелся у них все на месте и потихонечку тоже будет заполняться пока миссия но здесь еще есть так давайте вернемся к нашим растениям 18 7 на температура в любом случае будет расти любом случае температура будет расти так все вы растете растете хорошо молодцы умнички так что в принципе вот так я здесь и выращиваю ну то есть ничего я больше не делаю я поставил такие вот штуки она будет эту кстати подключить не забыть закрываю вот так не хватило но здесь тоже потом зачем принципе это не сметельно закрываю и она меня растет потихонечку здесь я к примеру сажаю картошку и здесь там пшеницу либо еще что-то там горошек нужно будет если нужно будет это у нас пробная пусть растет потом соберем урожай в следующей серии получится и урожай собрать посмотреть так что по поводу 21 и 5 моль до должно с головой хватить так что если ты только начинаешь играть ну то есть разбирайся то просто ставь вот такие вот системы выключая свет ставь сюда кроватку ложись баиньки и не парься картошечка у тебя будет расти спокойно воздушный фильтр у тебя стоит чтоб смеси всяких примесения было все можно его выключишь если батарею так само здесь кондиционер ну я думаю в принципе все здесь у нас стоит конечно еще столик с микроволновой печи ну до готовки нам еще рановато нам нужно урожай добыть туда можно поставить будет машинам для готовки еды но для этого нужно будет сделать эти кио железной консервной банки и можно будет спокойно делать по моему из помидоров томатный суп потом жареную картошку можно будет жарить но опять же я этим не заморачиваюсь я просто собираю урожай ставлю сюда холодильник можно либо холодильник поставить либо можно поставить себе склад я не помню по моему когда ты ставишь склад то продукты тебя тут не пропадают насколько я помню знаю поменялось что-то не так же самое если ты ставишь сюда холодильник у нас здесь если холодильник варят то тоже там продукты не пропадает либо пропадает но гораздо дольше по времени чем к меру они просто бы так бы лежали так что я думаю в принципе на этом можно серию закончить мы посадили с вами свой первый урожай ничего сложного нету как эту машину строить я показывал предыдущих сериях что это такое стол стол нам нужен чтобы подключать микроволновку ну то есть без этого стола мы микроволновку не подключим это единственно зачем нам нужен здесь этот стол потому что вот видите тут розетка есть все как сделать эту комнату вот кто же показывал еще в предыдущих сериях это решил записать для того чтобы дополнить по поводу вентиля за газами когда мы смешивали и плюс показать как на быть его ли кистое нас еще раз ставишь здесь воздушный фильтр co2 два штучки труба раз пассивка труба из центра 2 пассивка трубой вот соединяете это для охлаждения чтобы можно было такие эти радиаторы доложить все и плюс твердотопленный генератор вон это заправлять его этим углем нажали и пошла система работать добывать нам углекислый газ видишь ну так как у меня дверка здесь открыта то все лишнее выходит вот из-за чего я говорил что я никогда из когда строюсь я никогда не за не закрывают эту дверь если конечно не нахожусь на других планетах если на марсе этого здесь бы дверка была бы закрыта потом когда буря прошла я пиво открыл бы и все так давай мы с тобой не наши провода закончим подключим последнюю чтобы было все красиво сходим по нашим охрана добывающим машинам будем заканчивать до серия будет коротенькая жарю записывал ее только чисто ради дополнить по поводу вентиля потому что можешь посмотреть и сказать блин арчи она не работает они так ты нас обманул а я не обманывал я просто ошибся надеюсь на ваше понимание так что у нас тут растет до растет нормально 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 все вот такой вот системы ставите и не парите себе мозг и нужно подключать себе автоматическое там бы таки у включения выключения света да если вы поставите вот такой стеклянный кубе где-то на улечке что она будет от солнца типа у нас растение заряжаться мистер ультрафиолет а то я вам не советую за того что любом случае вы не угадаете какое количество нам нужно света какой темноты ну то есть ему в любом случае больше не хватать так что подключать его такую систему на первых началах пока мисс фрезер беретесь а дальше можно и устанавливать автоматический свет вот смотрите помните что тут было она закончила опять копать и здесь ничего нету ну то есть машина бесполезная будет чисто ради внешнего вида видишь теперь у меня вот такая вот дыра маха нужно будет обнести и таким же самым заборчиком вот так хотя давай наверно все попробуем как тебя снять чем тебя снять ломик баларка дрель у тебя еще надо на дрель но и наверно делаем дрель мы запрятали взяли в руки раз у них то не упал и сюда 2 она будет его полностью вот так зашить не в принципе там это упадем а да кстати пошли покажу вам здесь есть центр земли вот такая вот тема то есть вот все дальше вы копать не сможете вот такая вот глубина нашей карты неважно где вы находитесь марс луна там патурна и все остальное то будет вот такая глубина везде на все карты в игре есть лифты можете как сделать можете выкопать ее такую яму углубиться построиться поставить здесь лифт и будет у вас такой подземный бункер но это так если хотите заморочиться не знаю может построим здесь лифт потом сделаем нашу секретную базу так давай смотреть давай смотри так сама здесь машина что надо было нам а ровным счетом и чего мы выключаем выключаем нам это не надо и мы здесь закрываем так сама здесь что она сделала на прокопала нам вот такую вот вот такой вот траншею то есть она здесь остановилась потому что дальше нет уж о копать и все и пошла домой раньше она добывала вот это вот машина добывала оксид и добывал одном этот как его летучее вещество бесконечным бесконечно в общем она его добывала я делал вот такую систему делал такой кубик зашивал его полностью делал тут вакуум если я находился на планетах с атмосферой и на лунею не то делал вакуум она здесь все собиралась солнышко садилась минусовая температура я заходил и забирал это все так что так что в принципе как-то так ребят в следующей серии жарю да как вам моя пирамидка нужно будет потом еще освещение поставить и плюс еще зашить его следующей серии попробую построить здесь площадку для торговцев вызвать торговцам но для этого реально нужно много всего вот это я вот начал делать тут стак по 10 нужно будет у нас это как его трансформатор большой батарейка солнечной батарейки но это еще не все так что все всем спасибо за просмотр и ссоришь чтобы короткое видео но в принципе я ботаника здесь не сильно и не занимаюсь я поставил вот такие вот четыре штуки всегда посадил водную картошку во второй там помидоры третьего кукурузы и все собрал урожай поел собрал уже и поел остальное положил в холодильник ну либо положил в этот как его в склад тут есть склад нам склад понадобится в любом случае кстати один у нас склад находится хорошо что напомнили склад нам понадобится для торговца без склада мы не сможем там скупляться на такое не помню где находится склад по моему тоже здесь да так дай посмотреть с к л и набор склад на вот такая вот штука давайте как раз ее заодно и сделаем чтобы я не забыл уж реально могу забыть так ну маска потихонечку у нас растет и потихонечку ее обустраиваю потихонечку все у нас с движется не знаю может дальнейшем я перекрашу свою пирамидку свое здание может красным светом сделаю а может серые таки останется не знаем как вам какой цвет луча будет красный либо вот такой путь серый остается так самое здесь нужно будет немножко расширить наши солнечные панели потому что deep манер у меня вообще нет ну то есть батареи вот это вот не справляется на 2 центре фуги на 1 дип майнер на на прям впритык впритык идет вот уже на фарме лада хорошо но мне в принципе не надо у меня здесь пока мисс есть здесь пока мисс принципе есть ну давай ладно включим а без не начнет мигать и тебя тоже давай включим вот из-за чего мне нравится deep манер когда у нас здесь все полностью закончится это что такое что мне не хватает водички хочу когда она здесь полностью все закончится все руды все все вот эти вот штуки под землю это deep манера нам поможет потому что не всегда можно вызвать торговца наш он там привезет тебе два-три кирпичика и все больше не будет да кстати перекрасить все-таки в красный цвет или просит и серый путь подумайте просто хочу еще освещение сюда поставишь по нового освещала может реально сделать красную пирамиду просто не знаю как как она будет так отлично склад езда вот такая вот штука склад и вот в этот склад можно складывать ваши продукты и по-моему они портятся не будут насколько я помню так склад нам тоже надо сюда помимо этого всего на следующую серию мне надо будет стали себе сделать наверно что 300 слитков потому что реально много нужно будет зашивать плюс баллоны не нужно будет наделась улики слома замок да кстати из улики сама сама с этим для сварки нашей он для этого штуки вот для газового баллона да вот это вот смесь которую мы делали для улучшенной печи подходит так же самое для заправки и нашего нашей газовой горелки просто блюте сюда вставляете она заправилась вставили обратно ну то есть и начали спокойно себя чувствовать так наша ребят какой делаем пирамиду красный она смотри будет вот так выглядеть алисиры оставить как думаешь давай сделаем вот так посмотрим перекрасить то не проблема потом будет просто мне красный нравится можно реально ее красное сделать или наполовину красный наполовину серуида он таким вот образом приземляемся сказал приземляюсь а тут еще закраси да а красное вроде вы более более лучше смотрится ладно не суть это мы пока месь выкидаем это на мне надо идем 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 баиньки и наш персонаж и я тоже потому что в принципе на этом мы и закончили картошка растет растет все хорошо все у них отлично если хотите почитать по поводу них нажимаете f1 органика и пиша вот что у нас тут есть и какао и грибочки да по поводу грибов грибы желательно сейчас покажу грибы желательно сажать вот такие вот штуки вот такие вот штуки подключать сюда тоже трубу с водой просто подключаете и выращивать грибы в темном месте свет они вообще не любят то есть вот в таком вот помещении если вы там вот у вас тут ультрафиолетовая лампа грибы выращиваете где-то здесь проведите вот так трубу подключите ее к воде и выращиваете в любом случае в темноте все остальное любит свет грибы их вообще не любят то есть погибнут запомнили да ну грибов у меня здесь нету к сожалению у меня было всего три пакетика на старте но если у вас будет грибы сажайте в темноте взяли трубу взяли трубу вот таким вот образом вывели проверили 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 и сюда куда-то так чипоник подключили сажайте здесь грибочки и наслаждайтесь урожаем так что все всем спасибо за просмотр еще раз говорю что сори что так мало но готовлюсь для следующей серии здесь я в принципе никогда не заморачивался сильно выросла и выросла но не выросла ну значит не выросла еще как греться с этим ничего не поделаешь да и следите за температурой комфортные 20 градусов ну то есть 18 20 градусов вот это комфорт выше ниже начнут ваше растение вредничать буду говорить что что-то им не хватает да по поводу я жарил нажимаешь f1 и смотришь нажимаешь на тыкву и тут разбираясь а тут все написано по-английски конечно но с помощью переводчика я думаю можно будет разобраться вот кислорода нужно ему восемьдесят шестьдесят четыре углекислого с тоже восемьдесят четыре час и а вот так вот смотрите по поводу томатов что ему нужно сколько нужно воды токсины какие летучие вещество что он не любит и бла-бла-бла-бла-бла так что все всем до потом следующей серии будем строить с вами этот как его последовательную площадку для торговца так что все всем до потом